Будет бездефицитным и социально ориентированным. В Ярославле прошли публичное слушание по проекту городского бюджета на 22-й год. Люди пожилые, сердцем молодые. Клуб серебряных волонтеров долголетия отмечает день рождения, конечно, добрыми делами. Такого Коровина ценители живописи еще не видели. Работы художника из Русского музея Санкт-Петербурга в музее Ярославском. Сегодня открытие вернисажа. Здравствуйте! В эфире время новостей городского телеканала в студии Константин Пламс. Под прикрытием актуальной темы коронавируса мошенники начали обманывать доверчивых граждан. Так, неизвестная под видом знакомой Ярославны сообщили женщине о якобы полагающейся ей, как и другим вакцинированным от COVID-19 денежной выплате. А дальше стандартные действия убедили даму сообщить реквизиты банковской карты и списали деньги. Ярославна лишилась суммы свыше 25 тысяч рублей. Позднее женщина узнала, что страничка знакомой взломана. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». И в продолжении темы коронавируса, по данным Федерального оперативного штаба, за сутки в области не справились с болезнью четверо ярославцев. Диагноз COVID-19 подтвердился у 281 человека. Выздоровели 149. Лечатся 13 489 жителей региона. Срок действия сертификата для переболевших COVID-19 продлят до года. Предложение вице-премьера Татьяны Голиковой поддержал президент Владимир Путин. Сейчас QR-код переболевших действует только 6 месяцев, тогда как у вакцинированных год. Но статистика показывает низкую долю тех, кто заболевает коронавирусом повторно. Таких людей меньше 1%. Коллапса не произошло. Улицы удалось своевременно очистить от выпавшего снега. Об этом сегодня заявил ответственный за уборку директор горзеленхостроя. В Ярославле ночью были усилены работы. На обработку улично-дорожной сети вышло 22 комбинированных дорожных машин и 9 тракторных счеток. Также более 100 рабочих. Основной упор на уборку тротуаров, пешеходных зон, остановочных комплексов, удаление снега с проезжей части и заездных карманов. Работы велись во всех районах города на основных магистралях и второстепенных улицах. А утром на дороге вышла дополнительная техника. Основной акцент был сделан на утро. Утро было выведено дополнительные тракторные счетки. Это порядка 11 единиц. В 5 утра. В 7 утра дополнительно вышло еще 6 единиц тракторных счеток. Что касается последствий первого серьезного снегопада, по результатам мониторинга коммунальных и оперативных служб, в городе и области не случилось чрезвычайных происшествий. Увеличение числа ДТП не произошло. В работе электросетевого хозяйства также не было сбоев. Сегодня в рамках расширенного заседания Общественной палаты Ярославля состоялись публичные слушания проекта городского бюджета на 2022 год. На них присутствовали все заместители мэра, представители муниципалитета, руководители профильных департаментов. Всего ознакомиться с тем, на какие средства будет жить Ярославль в следующем году и куда поступят деньги, собрались более полусотни человек. Александр Захаров присоединился и внимательно выслушал. Как и в прежние годы, проект бюджета 2022 будет социально ориентированным. Доходы от налоговых и неналоговых поступлений, а также из бюджетов вышестоящих уровней составят 22 млрд 953 млн рублей. Столько же планируют потратить и на все основные статьи расходов. Как итог, бюджет попытаются сохранить бездефицитным, без увеличения муниципального долга, который на сегодня составляет 6 млрд 910 млн рублей. 75% составят расходы социального характера. Больше всего выделят на образование почти 45%. Особенностью станет то, что в следующем году индексируют зарплаты бюджетникам, которые не вошли в майские указы президента. Предусматриваем индексацию заработной платы в объеме 8%, это 150 млн рублей, для обеспечения выполнения минимального уровня оплаты труда, в том числе, чтобы как-то обеспечить и скомпенсировать инфляцию. Планируют увеличить финансирование транспортного обслуживания. Это связано и с разработкой новой маршрутной сети, обновлением транспортного парка, субсидиями перевозчиков. Также от федерации ждут более 2,5 млрд на реализацию национальных проектов. Но эта цифра не окончательна, она может быть увеличена. Так, в рамках «Жилье и городская среда» в Ярославле заложены средства на строительство школы на Пашуковской улице. Финансирование оборудования Кванториума на базе гимназии номер 3 в Заволжском районе. В пределах 1 млрд рублей планируется получить на нацпроекты БКД. А вот на культуру ждут 7 млн. Средства будут выделены в том числе и на создание виртуального концертного зала в библиотеке Ярослава Мудрого в Зижинском районе. После вопросов и обсуждений, а также внесения некоторых поправок, проект бюджета 2022 было решено рекомендовать муниципалитету. После рассмотрения его на профильной комиссии, уже 15 декабря главный финансовый документ должны будут принять городские парламентарии на общем заседании. Александр Захаров, Михаил Орлов, Новости города. Главное здание Ярославского педагогического университета отремонтируют. Разрешение выдал областной департамент охраны объектов культурного наследия. До революции по адресу Республиканская 108 располагался ансамбль епархиального Иоаннафановского училища. Оно было открыто 1 октября 1880 года. Воспитанец готовили к преподаванию в начальных школах епархии. Ремонт затронет кровлю, и внутреннее помещение будет выполнено на федеральные средства. С начала года в профильный департамент поступило 558 заявлений на разрешительную документацию. Выдано 192 задания на разработку проектов и 85 разрешений на проведение работ по сохранению памятников Ярославской области. Сделать цирк еще более доступным и интересным – такова главная задача, озвученная сегодня команде и журналистам, новым директором Глебом Ухватовым. Он намерен преобразить арену и сделать ее не только площадкой для представлений, но и социально значимым объектом. В планах также открыть цирковой музей и организовать школу или мастер-классы для детей от профессиональных артистов. При этом сам Глеб Олегович прежде в творческих профессиях задействован не был, работал менеджером в коммерческих компаниях. На смену деятельности, говорит, повлияли и гены родителей Ухватова – актеры, а сестра – художник-постановщик. До поступления в Ярославский цирк Глеб Ухватов прошел стажировку в Сочи. Будем применять и внедрять большую серию программ, которые направлены на какие-то социальные программы, различные мероприятия, какие-то клубы по интересам. Это будет работа с детьми, у которых какие-то ментальные отклонения, также как это, анимал-терапия. Это тоже приятно, что приходит человек, который знает регион и знает культуру региона. Человек молодой, имеющий большой опыт управленческой работы. И мы рассчитываем на то, что лучшие традиции Ярославского цирка будут продолжены, но и появятся новые интересные проекты. «Люди пожилые, сердцем молодые» – девиз такой же бодрый, как участницы клуба «Долголетие». Активные пенсионерки занимаются спортом, учатся новому и совершают добрые дела. В этом году команда единомышленников отметит восьмой день рождения. С какими достижениями подходят к этой дате серебряные волонтеры, узнала Екатерина Сысоева. Здоровье в порядке! Спасибо, здоровье! Здоровье в порядке и потому, что прогулка с трекинговыми палками каждый день утром по расписанию. Девочки, как они сами себя называют из клуба «Долголетие», предпочитают проводить время на пенсии активно. Началось все восемь лет назад, с нескольких человек и кружка по интересам. Сейчас это целая команда единомышленников и хороших подруг. Во-первых, это здоровье. Во-вторых, это общение. Обратите внимание, какие у них все веселые лица. Сплоченный коллектив. Интересуемся друг о друге, кто чем занимается. Иногда встречаемся по интересам. Кто вяжет, кто вышивает, кто на огороде работает. Но проводят время с пользой не только для себя, но и для других. Пенсионерки гордо носят звание серебряных волонтеров. Мы сначала начинали пробочки крышкам собирать. Сначала в школу носили, а потом в садики. А теперь у нас только один садик что-то принимает. Ну, по многу мы носим. Все девчонки собирают. Потом мы книжки собираем тоже и отвозим в СИЗО и в детский дом. Несмотря на свой возраст, от 65 лет, волонтеры заботятся и о тех, кто еще старше. Навещают и поздравляют с праздниками ветеранов войны и труда. Своих товарищей, конечно, тоже не обделяют вниманием. Например, Галине Травниковой на днях исполняется 82. И братьев меньших добровольцы не оставляют без помощи. Многие пенсионерки имеют своих домашних животных, но не могут пройти мимо нуждающихся. Собачек жалко, покормить надо. Вот зимой, представьте, мороз, как им холодно. И вот ночью подумаешь, даже сердце схватывает. Вот только так, поэтому надо помочь собачкам. В приюте серебряных волонтеров знает практически каждая собака. Приезжают они сюда регулярно и часто, всегда со вкусными подарками. Все в лучших традициях бабушкиной заботы. Все зверушки накормлены и обласканы. Привозят корма, подстилки, тряпки. Все, что может пригодиться. В приюте сейчас около 180 животных. И волонтеров здесь всегда ждут. Любая поддержка важна. Вообще любая. Даже вплоть до моральной. Помимо финансовой, там какой-то физической, даже моральная важна. Иногда доброе слово, но больше стоит, чем, не знаю, даже мешок корма. Поддержка и общение важны и для пенсионеров, особенно в пандемию. До карантина девочки из клуба «Долголетие» собирались гораздо чаще. Ходили в спортзал, на танцы, занимались оригами и проходили компьютерные курсы. Сейчас все встречи только на улице и маленькими группами. Но сбавлять от этого количества добрых дел серебряные волонтеры не планируют. Екатерина Сысоева, Игорь Мосин. Новости города. Полсотни горожан стали победителями городского конкурса «Ярославль в цвету». Летом и в начале осени активисты занимались благоустройством своих придомовых территорий. Высаживали цветы, придумывали композиции, ухаживали за розами и пионами. Плоды их трудов оценивала конкурсная комиссия. Учитывались многие параметры, идея, сорта растений, их компоновка, гармоничность с окружающей средой, оригинальность дизайна, качество ухода. Создавали красоту и целые предприятия и организации. Итоги конкурса подвели в октябре. Сегодня лучших наградили. Например, в номинации «Цветущая семейная пара» победили супруги Зайцевы. Свой сад они организовали у дома на Революционной. Три года назад пришлось потрудиться при посадке, зато теперь растения до холодов радуют жителей. Сколько было поначалу уложено, все с нуля. И это, конечно, наше детище, потому что с этим детищем у нас как раз и родился наш ребеночек. Мы мечтали, чтобы в этом саду гулял именно он. И вот сейчас, представляете, да, все становится реальностью. Он бегает в этом прудике, что-то там делает, зато ими прячется. Ну, участие нет конца. Конкурс «Ярославль в цвету» действует 20 лет и ежегодно вовлекает в процесс благоустройства и озеленения дворов тысячи горожан. Есть и бессменные участники. Их сегодня отметил мэр Владимир Волков. Активисты – это люди, которые от чистого сердца делают, благоустраивают свой маленький дворик, либо делают большую площадку. И, конечно, мы им очень сильно благодарны за их вклад, за то, что они, как правило, не один год это реализовывают, и тем самым украшают наш город. Мы гордимся, что у нас в Ярославле более 10 тысяч участников. Почет и слава ярославским цветоводам. И мы говорим, что так должно быть. Мы сделаем все для того, чтобы красота жила в нашем городе. Ярославская школа-интернат номер 9, лауреат всероссийского конкурса «Доброшкола-2021». Мастерская растениеводства и декоративного цветоводства, созданная для детей с ограниченными возможностями здоровья, оказалась среди лидеров в номинации «Лучшее развивающее пространство учебной мастерской». Всего в конкурсе приняли участие 139 образовательных организаций из 77 регионов России. Ярославцы попали в число 22 лауреатов. Они получат дипломы Министерства просвещения страны, которая является организатором конкурса. Теоретические материалы о растениях, особенностях почв и других нюансах ботаники воспитанники изучают с использованием интерактивного оборудования, а в теплице на пришкольном участке применяют теорию на практике. В планах, по словам директора школы-интерната, устроить настоящий сад. Для этого дети с преподавателями будут выращивать рассаду самых разных цветов. В Ярославской области стартовала экологическая акция «Покормите птиц зимой». Ребята из Лучинской школы стали первыми в этом году, кто посетил мастер-класс о пернатых от специалистов Ярославского лесничества. Всего в акции примут участие более трех сотен школьников. На профильном уроке побывала и наш корреспондент Валерия Сыромятникова. Птичка вот этой зернышкой скрывала и зернышки с ногой. В кормушку, рассказывает мастер леса, лучше вставлять перевернутую бутылку. Она будет служить дозатором для непрерывной подачи зерна. Когда выпадет снег, птицам становится тяжело добывать еду самостоятельно. Например, такие малыши, как синицы, зимой едят практически непрерывно, говорят специалисты. Иначе им не пережить холода. Еще одно условие – у лесной столовой должно быть несколько отверстий. Надо две дырки делать. Потому что если бы была одна дырка, то кошка бы прыгнула и съела бы птицу. Сегодня для ребят Лучинской школы мастер-класс провели профильные специалисты, представители Ярославского лесничества. Они, говорят, педагоги учреждения – лучшие учителя по окружающему миру. Птицам нельзя соленую еду. Оставим. Обычные зерны, соленые, сладкие, обычные. Помогать, особенно зимой. Потому что зимой начинается сильная холода, и очень холодно, и птицам нечего есть. Подобные мастер-классы учреждения проходят уже пятый год. Они стали частью экологической акции «Покормите птиц зимой». В ней также примут участие 25 школьных лесничеств региона. На подобных занятиях ребята разрабатывают экологические проекты, участвуют в посадке деревьев. Мы получаем растения для того, чтобы благоустраивать территорию. Далее мы участвуем в конкурсах, которые они готовят, и прекрасные призы получаем. Затем мы участвуем в различных акциях. Наши волонтеры имеют возможность себя проявить. Это благоустройство поселков. Отношения к окружающей среде, говорят специалисты, формируются с молодых ногтей. Проведению профильных занятий способствует нацпроект «Экология». Это воспитывает в детях очень бережное отношение к природе. То, что они кормят птиц, они изучают их виды, изучают, какие кормы. На данный момент уже подготовили около 60 килограмм корма различных видов для проведения данной акции. Запасы корма разойдутся по школам, должно хватить надолго. А сама акция «Покормите птиц зимой» продлится до апреля. Принять участие в ней может любой желающий, повесив кормушку у своего дома или в лесу. Валерия Соремятникова, Денис Кауров. Новости города. Сегодня в Ярославле открылась выставка и собрание Государственного русского музея. В музее художественном до марта будут гостить 33 работы Константина Коровина. Художника многое связывает с ярославской землей. Его творчество знают и почитают. На сей раз зрители увидят иного непривычного автора. В числе первых восхищенных оказалась Марина Смарагдова. Спор о Бороде. Новый выставочный проект Ярославского художественного музея. Интерактивная экспозиция без экскурсовода и этикеток. Музейное действие с подлинными произведениями, анимацией, музыкой, светом и звуком. Волжская набережная 1. Телефон 72-92-87. Первый зал и первое «Ах». Такого Коровина ярославцы еще не видели. Монохромный, бесконечно разнообразный по оттенкам север также поразил Константина Коровина в 1894 году. Это путешествие затеял Савва Мамонтов, решивший строить железную дорогу к богатствам северных земель. Совместно с Николаем Клоттом панно стали украшением российского павильона на всемирной выставке в Париже. Эти панно были отреставрированы к юбилею художника в 2011 году и экспонировались на его персональной выставке в Русском музее. За пределы Петербурга монументальная живопись никогда не выезжала. Ярославль – единственный город, где показан этот цикл. Еще одна ипостась Коровина – сценограф. В синтез театрального искусства он щедро добавлял живопись. Каменный гость, фаус, садко, снегурочка, эскизы декораций соседствуют и дополняют друг друга. К 33 работам Русского музея ярославцы добавили свои 10. Так получилось, что и его личные взаимоотношения связаны тоже с нашей землячкой Ярославной Соловьевой Барбизан, которая, собственно, и стала тем человеком, благодаря которому в коллекции нашего музея появилась целая коллекция работ достаточно редких, Коровина и его зарубежного периода. Человеческих связей действительно много. О них повествуют картины охотинского периода, когда художнику, по его словам, улыбались все краски мира. Все, конечно, привыкли к его розам, к его станковой живописи. А здесь мы представили и хронологические творения работы Коровина в определенном хронологическом порядке, в том числе работы, которые он писал здесь, в Ярославской области, и, конечно, в эмиграции. Символически конечная точка – автопортрет за год до смерти, усталые глаза. Художнику приходилось много работать, чтобы выжить, но его наследие, рассеянное по свету, умножает количество красоты в мире. Он видел и умел передать невесомое состояние природы. Рокотов, Левицкий, Боровиковский, Рерих, Серебрякова, Серов и вот Константин Коровин. Знакомства ярославцев с этими художниками из первого ряда русского искусства стали возможны благодаря сотрудничеству Ярославского художественного и Русского музеев. В следующем году нам обещали Ивана Ивановича Шишкина. Марина Смарагдова, Василий Мосин. Новости города. 25 ноября 1942 года было подписано советско-французское соглашение о формировании на территории СССР французской авиационной эскадрильи. Новой воинской части было присвоено наименование Нормандия в честь французской провинции. В 43-м году это был уже полк. Три эскадрильи носили имена французских городов – Руан, Гавр и Шербур. Техниками в полку служили советские бойцы. Один из них – Валентин Иванович Огурцов. Недавно ярославцы попрощались с ветераном. Валентин Иванович награжден Орденом Почетного Легиона. До конца жизни поддерживал связь с потомками французских однополчан. Побывал в музее полка в Ля-Бурже. За боевые заслуги при освобождении Литвы полку присвоено звание «Неманский». На счету полка 900 боев. 20 июня 1945 года пилоты на своих самолетах вернулись на родину. Советские истребители стояли на вооружении Франции до 1956 года. Сегодня в Ярославле тушили ТЭЦ. На проспекте Октября прошла тренировка пожарных и теплоэнергетиков. По сценарию учений в одном из цехов загорелось масло в маслоприемнике. Объект сложный, требует большого внимания и специального снаряжения. Пострадавшего эвакуировали с высоты второго этажа, где произошло возгорание. Одновременно развернули магистральную линию. Это смесь воды и пены. Шла и проливка внешнего контура. В тушении приняли участие более трех десятков человек. При возникновении пожара необходимо сразу же обесточить полностью все здание. Также присутствует остаточное электричество, которое должно быть снято. Потом большой запас топлива, который находится в емкости, который может разгрометизация произойти и распространение пожара. Также большие площади самих цехов. Сложности в том, что прибывшие подразделения к месту вызова должны произвести заземление, обязательно как техники, так и стволщика на месте позиции. Обязательно получить наряд допуска на тушение пожара. Ледяной корт в поселке Сокол готовится к зимнему сезону. Хоккейные ворота пока на складе, но скоро сменят футбольные. Площадка многофункциональная, с живой травой. Неравнодушным жителям помогают и районная администрация, и благотворительный фонд. Корт построен с участием Андрея Коваленко. Приобретено и установлено оборудование. Заливать лед будут совместными усилиями районной власти и активистов. В перспективе дальнейшее благоустройство. Территория у нас будет развиваться, потому что в планах здесь еще установка детского оборудования, установка видеокамер, освещение. В общем, в дальнейшем есть перспективы все-таки создать здесь малую парковую зону. И у нас большие планы совместно с ТОС эту территорию еще больше приукрасить. Здесь у нас есть планы омолодить деревья, убрать упавшие деревья и в дальнейшем организовать здесь более такой мощный парк. Напомним, накануне нового 2021 года жители поселка только мечтали о футбольно-хоккейном корте. Своё желание они озвучили мэру Владимиру Волкову, когда он пришел поздравить их с наступающим праздником. И вот новый визит. И, собственно, о спорте далее. Ярославские пловцы привезли 22 медали из Санкт-Петербурга. Юноши и девушки успешно выступили на всероссийских соревнованиях по подводному спорту. Участники – спортсмены из семи регионов страны. Все продемонстрировали мастерство в плавании в ластах, нырянии, динамическом и статическом апноэ. По итогам турнира ярославцы завоевали 3 золотых, 10 серебряных и 9 бронзовых медалей. Особенно отличился Петр Шаров. Юноша заработал в плавании в ластах на разных дистанциях 3 золота, 2 серебра и 1 бронзу. В Ярославском областном центре творческой реабилитации инвалидов состоялся фестиваль спорта для людей, имеющих проблемы со зрением. Соревнования приурочены к Международному дню инвалидов. В этом году ярославцы и гости из региона показали общую физическую подготовку. Среди заданий – метание мяча, прыжки в длину, приседания. Также в программе «Дартс» и «Шашки». Каждый год в спартакеаде дисциплины меняются. Мы каждый год ждем этого фестиваля и всегда с удовольствием в нем принимаем участие. Не только принимаем, но и увозим домой медали. Еще я принимаю участие в «Дарсе». Очень люблю этот вид спорта, несмотря на плохое зрение. В итоге будут все награждены, мужчины и женщины раздельно. Будут первые, вторые, третьи медали, дипломы. Все будет организовано, все уедут. Я думаю, что большинство уедет, я считаю, 6 комплектов, а 18 человек уедут награждены медалями и дипломами. Так что многие уедут победителями, призерами. Все будет организовано. Главное, будет хорошее настроение. Среди участников оказался и чемпион мира по шашкам. Иван Смурков 8 лет оттачивает свое мастерство. Партии проходят на специальных рельефных досках, чтобы люди с нарушением зрения на ощупь могли ориентироваться на игровом поле. Игроки здесь также квалифицированы. Уровня кандидата мастера спорта. Поэтому выигрывать у них не так просто. Поэтому приходилось, конечно, задумываться. Но пока что после четырех туров все победы, остался последний тур. Соревнования в дружеской атмосфере проходят. Поэтому приятно играть. Теперь к погоде. Заметает Кемеровскую область и Алтайский край. Там мокрый снег, метель, гололед и заносы на дорогах. В центре страны и Черноземья потепление, температура плюсовая. В Крыму завтра прогнозируется плюс 5, плюс 7 градусов. А к субботе-воскресенью до плюс 17. В четверг в Сочи 11-13 градусов. А к понедельнику воздух прогреется до 17-20. Только позавидовать. А что в Ярославле завтра? О погоде на пятницу расскажу я, Ольга Муравьева. Здравствуйте. Весь день в Ярославле будет тепло и пасмурно. Снег, задержавшийся на газонах и тропинках, полностью растает. Подробности далее. А в русском лесе имитация бруса дешевле. На 5000 рублей. Сроки условия акций уточняйте продавцов. На этом у меня все. В студии была Ольга Муравьева. Всего доброго. До свидания. В клининговую компанию требуются сотрудники по уборке и мощицы посуды зарплата от 15 тысяч рублей. Сотрудники по уборке зарплата от 14 тысяч рублей. Телефон 8-920-119-19-80. В связи с открытием новых торговых точек компания «Мясной гурман» приглашает на работу продавцов-кассиров. Стабильная заработная плата, сменный график работы. Звоните 8-910-926-03-04. Наши предки для надежной защиты создавали крепости. В наше время создали «Консультант Плюс» для информационной защиты вашего бизнеса, объединив воедино все необходимые вам правовые знания. «Консультант Плюс». Надежная правовая поддержка. «Черная пятница» в санатории Воровского. Скидки на санаторно-курортные путевки до 40% на все категории номеров. 8-800-700-41-48. Готовить в посуде от мистера Сковородкина одно удовольствие. Кастрюли, жаровни, казаны, сковороды, блинницы. И это лишь часть нашего ассортимента. «Мистер Сковородкин». Телефон 94-95-45. ТЦ «Лента». Ленинградский проспект, 54А. Второй этаж. Эффективное лечение. Ногтевого грибка, выросшего ногтя. Удаление без операций, мозолей и подошвенных бородавок. Формула красоты. Улица Салтыкова, Щедрина, 44, дропе 18. Детское радио. Детское радио. Познавательно, развлекательно, увлекательно. Песни, сказки, игры. Детское радио. Для детей и взрослых. В 10, ровно в 10, по будням, эксклюзивно на Хит-ФМ. Это Прайм, твой Прайм. Лайфхаки, несерьезные новости, история музыкальных шедевров. Много подарков и очень много мировых хитов. Каждую пятницу гости, публично, лично и не только. С самого утра на позитиве. Я Илья Барабанов. Жду вас в 10, ровно в 10 по будням. The Prime on Radio Hit-ФМ. Через мгновение на городском телеканале криминальная драма «Дело Калинии», загадочное убийство и темная страница истории Германии. Приятного просмотра. У меня на сегодня все. Наши новости также доступны на сайте gtk.tv и в пабликах во ВКонтакте, в Фейсбуке и Инстаграме. В студии работал Константин Пламс. Хорошего вечера и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok